Мы часто тестируем геймерское оборудование, настольные ПК и ноутбуки, отдельные комплектующие и периферию, тогда как геймерские кресла в буквальном смысле вкатываются в редакцию не часто. Сегодня будем знакомиться с AeroCool Crown Aerosuit, высокотехнологичным и очень продвинутым креслом премиум класса. Поэтому устраивайся поудобнее в своем собственном кресле, ставь лайк этому видео и приятного просмотра. Модельный ряд кресел от компании AeroCool довольно богатый. Есть как бюджетные линейки, так и навороченные. Crown играет в дорогом сегменте и рассчитана на тех, кто хочет получить максимум, добиться идеальной посадки и не уставать во время многочасовых каток. Модель AeroCool Crown Aerosuit может быть в трех цветах. Stone Grey – серый, как у нас, Steel Blue – зеленовато-голубой с белыми вставками и Bargandy Red – коричнево-красный. Однако еще у производителя в этой же нише самых навороченных кресел есть модели Crown Leather Red и Crown AeroV. Тут уже отличия не только в цветах, но и в материалах обивки. У Leather Red использована искусственная кожа, а у AeroV – многослойная ткань. В техническом же плане кресла идентичны. За долгую геймерскую жизнь мне доводилось использовать самые разные офисные кресла, но всегда их участь и участь моей спины оказывались незавидными. За полгода-год они попросту разваливались – как части кресла, так и, собственно, спина. Отлетали колесики, выходил из строя газлифт, ткань протиралась до каркаса, отваливались подлокотники – это что касается кресла. А поясница затекала, и через несколько часов сидения спина начинала болеть. За время тестов я, конечно же, не успел насидеть добрые сотни числов в кресле AeroCool Crown, и не могу утверждать наверняка, что оно прослужит многие годы. Но на вид и тактильно все сделано качественно. Производитель заявляет, что кресло способно держать нагрузку до 150 кг. Правда, рекомендуемый порог – 125 кг. И все это благодаря стальной раме и пеноматериалу высокой плотности. Последний чудо как хорош. Кресло вышло и не мягким, но и не твердым. Производитель смог нащупать идеальный баланс. Копчик не сводит, как на табуретке, но и не утопаешь, словно на диване. Были у меня образцы из обеих крайностей, и генерировали очень неприятные ощущения. Плюс ко всему, эргономичная ковшевидная форма спинки буквально облегает тело слева и справа, а основание неплохо поддерживает бедра. Примерно как в спортивном автомобиле. Ты не болтаешься из стороны в сторону, а ноги не висят в воздухе. Совершенно не тянет загнуть конечности под себя или опереть пятки в какую-нибудь атаманку. Дабы ноги опять же не болтались. Под стать и подлокотники, которые стали отдельной маленькой победой инженеров AeroCool Crown. Мало того, что каждый подлокотник по отдельности отклоняется влево и вправо от центральной оси и фиксируется в задном положении, так их еще можно регулировать по высоте. Под каждым подлокотником есть маленький рычажок, вслепую нащупав который можно приподнять, скажем, левый подлокотник или опустить правый. В итоге кресло способно обеспечить уйму конфигураций. Только представьте, левый подлокотник у вас смотрит вправо и зафиксирован на 12-сантиметровой высоте, а правый повернут влево и поднят на 18-сантиметров. Не знаю, зачем это может быть нужно, но это весело и необычно. Хотя один недостаток таких поворотных подлокотников все же удалось выявить. Если кресло подтянуть за один из них, скажем, чтобы задвинуть под стол, подлокотник выпрямится, утратив ранее заданное положение. Ежели высота фиксируется намертво, то поворотные механизмы удерживают позицию с линцой. Теперь про регулировку наклона самой спинки. Здорово, что инженеры не заставили муторно крутить тугой барашек, как на многих креслах, а дали пользователю человеческий рычажок. Чтобы изменить наклон, нужно дернуть за него и отклониться на комфортный угол, надавив собственным корпусом на спинку. Тоже с регулировкой высоты всего кресла. Тяните за еще один рычажок, и кресло плавно опускается или поднимается при помощи газлифта. Не вдаваясь в детали, он здесь четвертого класса. BIFMA X5,1. Ну то есть крутой. Пожурить можно только за основание с колесиками. Оно нейлоновое. Говоря простыми словами, из хитрой пластмассы. Жаль. Не могло обойтись про кресло и без механизма качания. Амплитуда от 3 градусов до 18. И вот тут уже придется знатно раскорячиться, чтобы дотянуться до рычага под сидушкой, регулирующего эту настройку. Справедливости ради, такое расположение этого регулятора у большинства кресел. По-другому сделано у заметно более дорогих моделей. Но с другой стороны, благо вы вряд ли будете с этим часто играться. Лично я всегда фиксирую кресло жестко. Эффект раскачивания ассоциируется с люфтом, разболтанностью. Но это вкусовщина. Что касается обивки, в нашем случае использован прочный нетканый материал. Имя ему аэросьют. И микроволокно. Производитель обещает отличную воздухопроницаемость, благодаря которой спина и попа не будут потеть. А покрытие кресла намокать. Если же говорить честно, на ощупь материал напоминает нечто среднее между бархатом и замшей. А еще очень сильно пахнет пока новой. Аллергиком на заметку. Зато покрытие легко чистить. Достаточно протереть поверхность с использованием моющего средства для сухой химической чистки. Усердно тереть с нажимом строго не рекомендуется. Вышивка на спинке и сидушке добавляет не только сцепление вашего тела с креслом, но и эстетики. Швы ровные и точные. Не прикопаться. Статусности привносит и повсеместное брендирование. Логотип AeroCool выштампован буквально на каждом колесике. Не говоря уже о вышивке лога на спинке, ее не спадающей боковине, подголовнике и поясничном упоре. Кстати о последних. Подголовник и подушка для поясницы не интегрированы в кресло. Это отдельные изделия. Их можно спокойно убрать. Однако ваша геймерская жизнь до их использования и после это две противоборствующие вселенные. Уставшие от продолжительных каток поясница и холка скажут спасибо. Вы точно не захотите их откидывать куда подальше. Разве что отрегулировать подголовник. Он кстати держится на резинке и подушечку можно опустить пониже или немного приподнять. Диапазон небольшой, но его хватает. Спорное решение с точки зрения дизайна уже упомянутые царские подлокотники. Всем они хороши, но только пока новые. Дело в том, что как и все кресло, подлокотники обиты тканью. Что с ними будет через полгода-год сложно представить. Предположу, что именно они первыми потеряют товарный вид. С другой стороны, производитель говорит, что о таких подлокотниках просили сами геймеры. А они прислушались к пожеланиям и решили поэкспериментировать с конфигурацией. Что ж, это несомненно похвально. Аэрокул Краун Аэрокул Краун – ультимативное решение для профессионального игрока, который не готов идти на компромиссы. Пожалуй, это один из лучших вариантов, что есть сегодня на рынке. Но за хорошее приходится платить. На момент выхода этого ролика в магазинах-партнерах Аэрокул такое кресло стоит 23 499 рублей. Дорого, но оно того стоит. Аэрокул Краун вышло функциональным и очень крепким. Высокопрочная стальная рама и набивка из пеноматериала высокой плотности готовы держать геймера весом за сотню килограмм. Нет, это не повод стать рабом третьего смертного греха – чревоугодия. Зато есть шанс на долгую эксплуатацию. Кресло Аэрокул Краун станет украшением любой геймерской комнаты. Оно не только полезно для вашей спины, но и просто красиво. Сочетание цветов, текстуры обивки и безукоризненно выполненной строчки порадует глаз самого привередливого геймера. А какое кресло у тебя? Рассказывай в комментариях под этим видео. И обязательно подписывайся на канал VG Times. Ставь лайк этому ролику и кликай по колокольчику, чтобы не пропустить будущие видео. А на этом пока всё. И желаю тебе, чтобы твоя поясница никогда не ныла даже во время многочасовых каток. До новых встреч на VG Times. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова